всем привет микрохвилёвка LG так а вот модель ось в ней я буду менять высоковольтный диод такий двойный прибитый он вона у нас не включается значит нам треба запобежник поменять який идёт на блоки живления и возможно я буду менять пусковый конденсатор но чтобы мне точно быть уверенным что мне нужно поменять конденсатор мне треба будет сняти в микроволновке той полностью его перепроверить в двух словах как перепроверить конденсатор пусковый значит по-перше мы его разряжаем берем до двух контактов грубо говоря что-то закольцованы и сейчас покажу ну вот у нас вот конденсатор у нас пассатежи и мы пассатежами замыкаем контакты если он не разряженный то будет искра поэтому пассатежи желательно чтобы были диэлектричные вот как эти например после того как мы его разрядили значит смотрим на конденсатор что мы бачим мы бачим такую схему что у нас там стоит сопротивление на 10 мегаом берем прибор включаем его вот у меня самый великий предел 200 мегаом то у кого меньше можно на 20 включить и щупами значит один щуп до одной клеммы другий до другой вот таким чином и ось мы бачим сейчас хвилинку сделаю так чтобы мне было зручно и вам так сейчас хвилинку так ось я поставил конденсатор поставил значит в первую очередь проверяем на пробой ось бачите не звонится напишите значит пробоя нам окей переключаем на предел 200 мегаом кидаем щупы кидаем щупы ну и меряем вид по видно что таки она попала опять ось у нас пришло показники не могу нормально дивиться за показниками ось короче у нас повинны наши вимеры дойти до 10 мегаом кидаем доходятся заполняются значит у нас конденсатор наш живой мои почти 9 и 8 9 и 9 все дальше вины д значит у нас конденсаторе наше сопротивление силы все у нас працюет вот так переверили цей момент теперь значит высоковольтный диод как его проверить и чего я его буду менять ну очень просто сейчас покажу вот смотрите видите 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 он просто пробитый у нас ну я тут уже проверял себе что нужно то есть я всю микроволновку забрал у людей вон бачите в этом месте уже пробитый ну и соответственно я уже я уже тупо не буду ничего тут даже тут так зрозуміло что его треба менять а конденсатор я заработаю витаскивать и так само буду проверять по перший раз бачить мои видео не знаю как проверить диод в высоковольтный с показываю например мы берем значит крону батарейку это у нас минусовая клемма это плюсовая да например чёрный щуп мы вдягаем на минус червоный на плюс так кондюр у нас ой кондюр и цей диод у нас двойный ну разницы немо немает так что он будет даже одинарный так само проверяем и все значит ставим на постоянку ну вимор такий чтобы крона померить т.к. вот у меня предел за например 40 вольт постоянка да крона у нас мы все знаем там 9 вольт но это трошки сивше то меньше значит так беру я цей кондёр цей диод значит так вот цей клеммой которая у нас под болтик цей минусовая клемма я и до минуса чипляюсь а сим щупом буду чипляться до плюса батарейки так вот так на приборе у нас 4 грубо говоря 5 вольт то всю сторону у нас кондёр ой цей диод звонится зараз мы его перевернем на навпаки ось бачите я его перевернул ось я его перевернул значит чорный щуп я тримаю на минусовой клемме плюсовую я поставил на контакт ну и соответственно другий щуп поставил на плюс и на приборе у нас были нули ну в общем поняли да одной рукой не зручно это делать короче моя задача зараз достать цей конденсатор и перепроверить еще его чтобы потом ничего не плутать ну бажано например вот тут у меня одна клемма была вот тут другая тут но я это просто уже знаю я на этом уже как бы скажем так собаку съемку вот и ця у нас была вот тут на крайняк у меня это вспотано так что я тут не переплутаю тобто задача достать конденсатор и проверить таким самым чином его зараз проверим ось я занялся конденсатор так что у нас тут написано один микрофарад плюс-минус 3% ну такие самые в принципе как у меня новый даже вырубник такие самые ось у нас значит так берем мультиметр мы ставим на мегаомы так на всяк выпадок еще раз проверяю все нормально у нас разряжен берем щипы вот что нам буду показывать наш прибор в интернет как раз таки и не хочешь из показывать ничего ось бачьте контакты в мэна на местах так тримая щупы ничего не хочет показывать одной рукой неудобно попробую его зарпок ласты понятно зараз я зафиксирую уходим у меня на другие прибор с крокодилами лень доставать а тут есть тут есть тут есть ну и все и по нулях ось я я его не ловлю на хвилиночку ось значит придумал я вот таке точно контактный тик так бачьте он у нас пробытый он пищит у нас цей конденсатор пробытый предповедно что мы просто не знаем применяем диод у нас диод снова взорвается включаем его на мегаом у нас ничего не отбывается то конденсатор у нас такой же ПД значит по нулям конденсатор такой же ПД значит я все меняю и складаю кучу показываю что отбылось значит поки я менял цей диод он у меня развалился на две половинки поэтому мне пришлось поменять всю клемму т.п. сама клемма с завода была сделана наякисно т.п. 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 конденсатор поменяла диод поменяла все срубила подключила завышалась мне поменять запобежник бобин у нас сгорел так уж ну запобежник у нас проверяется просто встал на прозвонку т.п. 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 у нас встал т.п. т.п. п. ну бачите не звоните Ну всё, поменял, забираем в кучу, проверяем. Продолжение следует... Ну ось, будь ласка, всё нагрелась, вода тепла. Ремонт получился. Всем дякую за перегляд. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...